Привет! Как дела? Сегодня совсем не праздничная тема, которая связана с произошедшим в прошлую пятницу терактом на Лондонском мосту 29 ноября 2019 года. Какой-то сумасшедший опять поранил людей и двое даже скончались. Этот сумасшедший человек был застрелен полицией, потому что на нем увидели муляж бомбы. Что в принципе и правильно. Все эти люди, все эти фанатики или я не знаю сумасшедшие должны быть наказаны. Но суть моего ролика не в этом, не в терактах, а в поножовщине. Тема моего сегодняшнего ролика это ножи в Лондоне. Говорят, что снаряд дважды не падает в одну воронку. К сожалению, эта теория вероятности не подтвердилась. Для Лондона в 2017 году на Лондонском мосту случился такой же теракт, как и в этом году. Поножовщина и несколько людей погибло от ударов ножом террориста. К сожалению, тема ножей в Лондоне не новая. Поножовщина и раньше случалась не только в Лондоне, но и в Великобритании. Чаще всего это происходило на Нотинг-Хилл карнавале, где некие группы людей, латиноамериканцев и афроамериканцев, встречались и происходили некие стычки и столкновения. И там уже в ход шли ножи. Поэтому всегда на Нотинг-Хилл карнавале очень усиленно работает полиция. И чуть ли не около тысячи человек полицейских постоянно охраняет это, в принципе, праздничное событие. Но именно там постоянно происходят такие вот crime. Кстати, очень интересно, так мною подмечено, что в каждой английской школе, когда я не приходила, первая тема на уроках была crime and punishment. То есть преступление и наказание. И все слова evidence, suspicious, там, я не знаю, arrest, under arrest, в общем, все абсолютно слова, которые касаются преступлений, мы проходим в каждой английской школе чуть ли не на первом уроке. Для меня это было так удивительно. Думаю, зачем мне это надо? Оказалось, надо. У них даже года два назад был поставлен мюзикл по Достоевскому «Преступление и наказание». Очень даже интересный такой запомнился мне. Смотрите, вот. «До ли англичане любят читать про преступления, то ли просто пресса пестрит такими событиями постоянно в каждой газете. И в утренней газете «Метро», и в вечерней «Ивнин Стандарт», которые бесплатно раздаются рядом со станциями «Метро». Постоянно что-то описывается, кто кого порезал, кто кого убил, кто кого изнасиловал, где кого. Очень страшно читать такие вот новости. Я не знаю, видимо, люди любят это или просто пресса подаёт такую информацию, не знаю, то ли для запугивания людей, то ли просто держать в курсе. Но я считаю, что такая информация как раз-таки вызывает, вот особенно у подростков, у молодых людей, какой-то толчок, внутренний толчок пойти на преступление для того, чтобы о тебе написали потом в прессе. Потому что в прессе всегда преступников увешивают фотографию, пишут фамилию, имя, возраст. Может быть, это для них какой-то такой триггер, то есть толчок, вот да, как спуск курка, что «О, почему бы мне самому не сделать что-нибудь такое, чтобы обо мне написали?» Но они не думают о том, что они после этого могут сесть, они не думают о том, что они могут убить невинных людей, и они не думают о том, что они могут быть застрелены в момент их преступления. И вот как раз на этом карнавале чаще всего и происходила эта поножовщина, а вот в последний год-два эта поножовщина распространилась по всему Лондону, и я слышала и про другие города Великобритании. Даже где-то установлен памятник ангела, составленный из изъятых полицией ножей. Кстати, о полиции. Когда я училась на Бакалав, фильммейкинга, производства фильмов, у нас был такой предмет, документарий, то есть документальный фильм, и мы решили снять про район Брикстон. И так как одной из тем была как раз-таки криминальная суть Брикстона, потому что там периодически возникают некие стычки под названием райц. Райц — это разбойники, хулиганы, то есть они там жгут какие-то колёса или баллоны, что-то жгут и как бы беспорядки наводят в Лондоне. В основном это было в Брикстоне и на Seven Sisters в 2013 что ли году. Ну, неважно. И мы как бы вот на основании этого пошли и договорились с полицией, чтобы поговорить с ними о районе Брикстон. Как ни странно, полиция Брикстона дала нам такое интервью, сказав, что в Брикстоне в принципе живут очень хорошие люди, никакого камня преткновения нет. И ходят такие слухи, знаете, о том, что есть в Англии, существует некая такая акция полицейская, Stop and Search называется, то есть остановить и проверить на предмет ножей именно, ну иногда на предмет наркотиков. И вот, говорит, часто ходит такое мнение, что останавливают именно чёрных людей подросткового возраста, то есть молодых людей, афроамериканцев. Представитель полиции, которая нам давала интервью, сказала, абсолютно это не так. Мы получаем наводки от людей, от прохожих, которые видели, допустим, в руках у кого-то опасный предмет, то есть оружие, нож. И тогда мы идём и обыскиваем этого человека, именно того человека, на которого нам дали наводку. Ну вот посмотрите сами, что она рассказывает. Для вас я пущу субтитры о том, что она говорит. Я делаю много стоп-н-серк, и я уверенна, что многие мои коллеги тоже. Это power мы имеем, но мы используем это responsibly. Это зависит от ситуации, где вы, где вы, где информация, где вы имеете, где информация, где вы имеете, что интеллигенция в районе. Возвращая информация, когда мы получили информацию, что, например, кто-то на парк, что они были в берегу цвет, они были из-за антибиотики, 5'6". И они имели шпат. Мы тогда приходили, мы идём в парк, мы идём в парке, мы идём в парке, мы идём в том, что будет отличаться на электричество. Если мы увидим этого человека, то мы остановимся, Because the information we have, which is information that at that point seems honest and truthful to me, is that he may have a weapon. I will explain to him why I've stopped him, the information I received. I will tell that person the description given to me. So, you know, if someone was stopping me, it would be, you know, a female who's 5'9", Somali origin, wearing a black jumper, you know, that says Metropolitan Police, was seen with a weapon. I'm stopping you for this reason. You're detained. You would give them something we call Go Wisely. You'd give them the information they need in order to understand why they were stopped. The grounds, you know, so what I've just explained, what you're looking for, the object. So I'm looking for a knife. The reason you stop someone has nothing to do with the colour of their skin. Obviously, if the information we receive is that it's, let's say, a 60-year-old Chinese man or Japanese man that has a gun, I wouldn't stop two young Asian boys. I wouldn't stop, you know, a white female. I wouldn't stop a black male. So, I think race, identity, gender, height, clothing, everything contributes in why a person gets stopped. I don't even know about this. I don't even know about this. In London and all of the United States, it is forbidden to wear with a knife. It doesn't matter if you go to a picnic, you go to a grib or something else. A knife for you is a weapon. Even when you buy a knife in the store, until you bring it home, it must be in the package. And, you know, I've done a bunch of knives. I'm currently in the closing year since the lifetime of the store. They became very strange, we came to buy a knife. In the kitchen Dale's kitchen table, there were only pictures we took. I started to take it and thought that this is a knife. It's on the contrary to the picture. You take it and take the sell to the kitchen, to the shop, to the shop. I don't know, is it already in passport, it must be a good picture for a knife. Or how? как столовый нож, невозможно посмотреть на витрине, невозможно увидеть. Только картинка, только рисунок. Ну и вот, когда я, будучи любителем пикников, ходила в гайд-парк с ножом, вытащила там резать арбуз, допустим, мы с друзьями собирались разрезать арбуз, они говорят, убери, убери, чтобы никто не видел, не дай бог у тебя увидят. Ну, оказывается, как я потом так поресечила, нож, в принципе, можно с собой носить. Если у тебя нет умысла преступления, то тебя могут остановить, могут арестовать, но не посадят. И, я думаю, отпустят. Ну, я не знаю, как это всё действует, это надо тоже у полиции уточнять. Потому что, в принципе, ну, как бы порезать какое-то мясо на шашлык, там, арбуз действительно разрезать. Хочется летом поесть арбуз в парке с друзьями. Нельзя. На все пикники продукты, которые надо резать хорошим ножом, я уже не беру. Я беру салатики, я беру, если это тортик какой-то, то мы в основном заходим в какие-нибудь кафешки, Starbucks или Fred, и там берём вот такие одноразовые ножи, которые, в принципе, хорошо режут. И можно разрезать и тортик, и бутерброд, и колбасу нарезать этим ножом пластмассовым, нормально. Вот, так что, особенно для туристов информация, ножи с собой никогда не носите. Если у вас найдут в кармане нож, вас могут арестовать. В общем, тут надо ещё подумать, может быть, пресса британская сама делает культ из ножей, и как бы создаёт такую некую ситуацию для того, чтобы больше людей стремилось. Ну, знаете, когда нельзя чего-то, допустим, купить нож в свободном доступе, то люди начинают делать это на зло. Может быть, пресса в этом виновата, а может быть, люди стали более сумасшедшими и фанатиками. И терроризм — это же всё-таки отдельная, другая статья. Если поножовщина — это разборки между собой каких-то групп, то терроризм — это уже целенаправленный акт террора. Но бывают и просто умолешённые люди, которые бегут по улице и режут всех подряд. Так что будьте осторожны в Лондоне и в других городах Великобритании, следите за собой и окружающими, помогайте друг другу в случае беды. Ну и держите ушки на макушке, как я это всегда говорю, всегда следите, кто вокруг вас по сторонам, и ищите места, куда вы можете в случае чего отступить, убежать и быть в сохранности. Я не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok